В аудитории факультета художественного и музыкального образования Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева необычные гости. Они родились и выросли в разных городах и странах. Носят подрясники, учатся в Московской духовной академии, которая находится в Сергиевом Посаде, живут в Троице Сергиевой Лавре. Каждый день бывают у мощей преподобного Сергия Радонежского. У каждого из этих будущих батюшек своя история о том, как они избрали путь церковного служения и стали студентами высшего духовного учебного заведения. Евгений родился и вырос в Бельгии. В семье православного священника. По-русски говорит идеально. Его мама – преподаватель русского языка и в доме говорят только на русском. Он рассказывает, первоначально собирался стать военным, поступить в военную академию НАТО. Перетянули благородные цели. Служение – это призвание, а призвание – это самопожертвование. И нельзя и там, и там, грубо говоря, невозможно, я бы сказал, и там, и там себя жертвовать. Но можно жертвовать себя только в одном деле, где-то и предом. И у меня стал выбор – либо служение государству, либо служение Богу. Вот. И я выбрал служение Богу. Таким вот образом я приехал в Россию и поступил в Московскую духовную академию. Среди этой восьмерки есть и наш земляк. Николай Чернов из Ядрина. Сын священника, настоятельства Татруцкого собора в Ядрине. Протерея Сергия Чернова. Сейчас – третий курсник Московской духовной академии. Входя в аудиторию светского вуза с миссионерскими целями, студенты рассказывают о себе и призывают к разговору по душам. У нас не будет лекции, как это вы. Может, и привыкли, как студенты, да? Мы с вами будем говорить по сердцам. Мы все-таки сверстники, да? Сверстники пусть и из другого, необычного вуза, духовной академии. Но это будет прекрасная возможность для вас и для нас пообщаться. У вас возможность узнать что-то, спросить. То, чего вы никогда бы не сделали в храме или стеснялись бы спросить у обычного священника. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, задавайте. Крестительных сил никого не будет. Поэтому лица можно расслабить. Вопросы звучат разные. Интересует все. От того, какие мультфильмы и фильмы смотрят ребята в подрядниках, до того, как они относятся к людям с нетрадиционной ориентацией. Церковь учит о том, что нетрадиционная ориентация – это все же духовная болезнь. Это неправильно. Если мы с вами посмотрим, об этом еще сказано в Гиблии. Когда был сожжен, сожжены садом и говном. Два города. Как быть? В церковь гонит, не гонит из таких? Нет, мы инквизицию не устраиваем, кастрак не сжигаем. К чему призывает церковь? Их церковь вызывает покоя. Студенты Духовной Академии серьезно относятся к любой теме. Практика – миссионерская цель. Общаясь на доступном языке, открыть христианские истины. В заключении встречи они поют, не оставляя никого равнодушными. В Чебоксаре студенты Московской Духовной Академии приехали всего на неделю. Успеть надо много, дни расписаны по минутам. Из педагогического университета ребята едут к верующим. Аудитория совсем другая, интересы тоже. Нужно переключиться на серьезный разговор о политических событиях и позиции церкви, о глубоких смыслах. Для этих слушателей миссионеры из лавры поют тропарь преподобному Сергию. Песня. 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 Дети. Песня. 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 В этот класс академистов ходят, чтобы перенять опыт педагога. Урок православной культуры ведет Татьяна Александровна Белова, обладатель поощрительной премии конкурса «Серафимовский учитель». После урока ее ученики обрушивают на гостей всю силу своей христианской любви. Миссионеры признаются, эта встреча оказывается самой легкой для них. Легче всего с детишками, которые учатся в школе. Третий класс, шестой, седьмой, восьмой. Они самые открытые, самые любвеобильные, самые доброжелательные. В будущем их ждет нелегкий труд. Придется встречаться, общаться, воспитывать, помогать духовно людям самого разного возраста и положения. И хотя им совсем немного лет, большинство только недавно переступило порог 20-летия, на них смотрят как на мудрецов, ждут ответа на сложные вопросы, совета. Их уже сейчас воспринимают как пастыри. В первую очередь нужно ответить, что это такой незаменимый пастырский опыт. Сложно, конечно, назвать его пастырским для нас, поскольку мы еще не пастыри. Но это богатый опыт. Богатый опыт, который студенты в духовных семинариях получают в ходе таких практик. Не каждый потом после рукоположения становится священником, окормляющим тюрьмы. Не каждый потом бывает в колониях, чтобы ощутить ту обстановку, в которой находятся люди. Ты не знаешь их болезни духовные, их переживания. Не всегда есть возможность, будучи студентом, пообщаться с студентами светских вузов. А это тоже колоссальный опыт, поскольку разные среды, разное мировоззрение. Это было интересно, в первую очередь. Для нас, конечно, важнее всего это набраться опыта, опыта общения с разными людьми. Это и школьники, и студенты, и, конечно, люди, которым действительно необходимо общение. Мы посещаем и социальные дома, и колонии. И тот опыт, которого мы набираемся в рамках миссионерской поездки, это для нас очень важно, очень ценно для нас. На самом деле я очень сильно переживал, что люди будут не заинтересованы в том, о чем мы говорим. И, в принципе, не будут заинтересованы в нас. Но за эти несколько дней мы много раз по новой удивлялись, что людям действительно интересно, кто мы, и о чем мы говорим, чему мы учим. И действительно нас слушали, и им было приятно слышать то, о чем мы с ними говорили. «Призри с небесе Божий вишь, и посети виноград сей, и утверди их, и, Гоже, насади десница Твоя. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». За неделю они попробовали все – служили в колонии, посещали социальные центры, одиноких пенсионеров, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, переселенцев из Донбасса, встречались с православной молодежью, завершили практику в Авведенском соборе, где украсили своим пением архиерейское богослужение. Божий, может, святую православную веру православных христиан Утверди, Мадже, Утверди, Мадже, Вовек, вовек веком, Вовек веком, Хотим поблагодарить вас, дорогие братья. Спасибо за то, что порадовали нас сегодня на этой службе. Спасибо. И мы надеемся, что в дальнейшем посещение студентов Московской Духовной Академии, это, сами понимаете, школа одна из лучших школ со старинными, хорошими традициями. Большинство из духовенства, которые сейчас в возрасте, заканчиваются Московские Духовные Школы. И сегодня я рад, что традиции продолжаются и заводится новая традиция. И студенты имеют возможность посмотреть своими глазами епархии и пообщаться с верующими. Пожелаем им помощи Божьей. Многие сердца согрели будущие священники. Не просто практика получилась. События для православной чулашины.